На этих кадрах 39-летняя Елена Уморина, призер чемпионата России по карате. В марте текущего года девушка будет отстаивать честь страны на европейских соревнованиях в Баку. Поэтому сейчас график тренировок плотный. Правда, каждый поход в спортзал требует больших усилий, поскольку добраться до места без помощи мужа и родителей Елена просто не сможет. То есть, если я сама выйти еще смогу, то, конечно же, забраться я уже не могу. И иногда приходится по нескольку часов где-нибудь гулять, так скажем, ждать, когда кто-нибудь вернется с работы и мне поможет. В 2002-м Елена попала в страшную аварию, как итог перелом позвоночника. Сейчас семья живет на первом этаже, но в подъезде нет оборудованного пандуса, поэтому преодолеть даже несколько ступенек для Елены – серьезное испытание. Помогают только поручни, которые установила управляющая компания по ее просьбе. Вот здесь у меня, конечно, вот эта ступенька вообще неудобная. Я ее могу преодолеть, но это очень тяжело. Елена писала обращение в администрацию города, но в установке пандуса или подъемника ей отказали. Объясни, что лестничный проход слишком узкий, и монтаж подобных конструкций может спровоцировать в будущем травмы жильцов. По городу Елена передвигается на машине. Каждый раз за рулем ей приходится гнать от себя воспоминания о той аварии. Но быть автомобилистом для Елены – единственный выход, ведь общественный транспорт не приспособлен для перевозки пассажиров на инвалидных колясках. На данный момент самостоятельно попасть в трамвай или в троллейбус я не смогу. То есть мне нужна помощь минимум двух человек. И то это будет проблематично – поднимать на высоту почти в метр человека на коляске, потом помогать спускаться. Евгений Корабейников тоже не обходится без автомобиля. Ведь любое передвижение по городу – особенно в зимнее время. Для него прогулка с препятствиями. Бордюрные камни остаются недоступными. Хорошо, где на перекрестках делают съезды. Большое спасибо за это. Но в большинстве случаев те бордюры, которые были до ремонта, и в принципе остались после ремонта, такие же большие. Ну и, конечно же, возможность свободно передвигаться. То есть не всегда у нас асфальт является ровным. Где-то есть ямки, где-то есть различные трещинки. Где-то вообще нет асфальта. Это, конечно, вызывает очень большую сложность. Евгений является сотрудником аппарата, уполномоченного по правам человека в Челябинской области. И в его обязанности как раз входит осмотр входных групп зданий для оценки доступности для таких же, как он, челябинцев. Здесь находится аптека, да, социально значимый объект. Вот это вот пример одного из непродуманных технических решений. То есть по этим рельсам, шпалам, никто никогда в жизни на коляске не поднимется. Даже родителям с колясками тяжело будет забраться. Хотя есть возможность сделать пандус, как в соседнем коммерческом магазине, который торгует косметикой. По словам Евгения, такие положительные примеры есть. Многие здания медицинских и спортивных организаций оснащены пандусами или подъемниками. Например, комплексный центр социального обслуживания в Центральном районе. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию. В этом году центр закупит специальное оборудование для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата. А также приобретет служебный транспорт, чтобы пациенты не зависели от социального такси. В штатное расписание включили еще единицу специалиста, который будет, это будет мужчина, мы надеемся, который будет оказывать помощь, но прям вот практически в переносе вот таких людей, которые сами не могут. Несмотря на тот факт, что государственная программа «Доступная среда» реализуется в нашей стране с 2011 года, в регионе остается еще много объектов, которые должны стать действительно доступными для любого человека. Алена Павлова, Надежда Головина, ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова